Мы все разные и у всех разное восприятие окружающего мира. Но те из вас, кто достиг высокого уровня вибраций и избавился от страхов, увидят что-либо доселе неизвестное, невиданное, не такое, к чему мы обычно привыкли, могут получить духовное зрение. И речь сейчас не пойдет о ясновидящих, которым этот дар достался по наследству, или тех, кто в настоящее время активировал свой третий глаз. Я говорю об обычных людях, выбравших путь Вознесения. Это новое зрение пока на начальной стадии активации и настройки. Вам будут показывать лишь небольшие картины нового мира. И иногда они будут занимать всего лишь пару секунд вашего времени. Но это настолько прекрасно, что и их вам будет достаточно для того, чтобы окунуться в новый реальный мир, где вас давно ждут. Этот новый мир, мир пятой плотности, он не где-то там, он здесь. Вокруг вас. Но многие его не видят, не достигли нужного духовного уровня развития. И лишь тем, кто приблизился очень близко, его показывают по чуть-чуть, понемногу. Но что вы можете увидеть, дорогие мои, что вас может удивить? Я не буду сегодня говорить о том, что вас ждет в мире пятой плотности и как он выглядит. Это большая и сложная тема, ее необходимо передавать по частям. И нам не открывают полную картину видения для того, чтобы мы не увлекались своими мечтами о прекрасном будущем, не теряли интерес к трехмерной жизни, а жили здесь и сейчас, в плотном плане. Чтобы мы не забывали совершенствоваться и духовно развиваться, так как только от этого мы приближаемся к реальному моменту перехода в новый мир. И сегодня я расскажу лишь о том, что видела в нашем трехмерном мире, какие проявления пятого измерения. И, возможно, это видели вы, а кто-то увидит в ближайшее время. Новая высокочастотная энергия. Вы уже знаете, что космическая энергия огромным потоком спускается к нам на Землю и покрывает все вокруг своим светом. Его иногда можно увидеть новым духовным зрением. По утрам, когда ваши глаза еще не отошли от усна, не настроились на рабочий лад, вы можете посмотреть на улицу, на воздух и увидеть блестящие кристаллики, летающие в пространстве, искорки золотистого света. Можно увидеть их на деревьях, на Земле, повсюду. Иногда в пространстве появляются волны энергии различных цветов. Они витают, плавают то там, то здесь. Может меняться цвет облаков и самого неба, Солнца и его ореола. Присмотритесь, это бывает в очень сильные энергетические дни. Вы также можете увидеть свет, исходящий от людей, животных, растений и даже минералов. Это светится их божественная энергия. Свет может исходить из всего пространства вокруг вас. Пятое измерение более яркое, чем наше. Оно наполнено сочными цветами. Отключение от трехмерной системы. А иногда вам кажется, что вас отключили от тела, от системы, от мира. И вы, как будто парите над своей физической оболочкой и чувствуете, что весь мир вокруг вас, это огромная иллюзия. Игра с большим количеством игроков, которые что-то делают, куда-то идут, чего-то хотят. Вы смотрите на своих близких людей, детей, родителей, братьев, сестер. И чувствует, что это лишь души, пришедшие для получения опыта. И вы можете увидеть саму их душу или кристалл, сияющий в их сердечном пространстве. Вы смотрите на мир не глазами человека, а духовным зрением. Вы как бы парите в пространстве и понимаете, что вам совсем не надо ничего материального, выходить от чего-то больше. И это явное проявление отключения от системы. Перестройка мира, замена энергетических матриц и программ. А иногда вам кажется, что мир вокруг вас какой-то размытый, несуразный и не влезает в свои обычные границы. Как будто он резиновый и все пространство плавает, не может зафиксироваться на одном месте. И от этого начинает кружиться голова, болеть глаза, льются слезы от напряжения зрения. И это нормально, мир перестраивается. Наложение мира вдруг на друга. Вы можете увидеть наложение одного мира на другой. Я приведу различные примеры. Вы смотрите на автомобиль и видите его своим человеческим зрением. Он есть, но при этом вы также видите, что его и нет. Вы можете смотреть сквозь него, как будто переключаете свое зрение с одного плана на другой. Это возможно, так как наших автомобилей в пятой плотности нет. Вы смотрите на маленькое захудалое зеленое деревце и видите как его, так и совершенно новое дерево, стоящее на том же самом месте, но при этом другое, крепкое, сильно имеющее листву необычного розового цвета. Вы можете, лежа на кровати, смотреть в потолок и видеть как его, так и сквозь него. Видеть прекрасное звездное небо, а когда вы глянете в окно, то окажется, что там не так уж темно, не видно звезд и занесено все тучами. Вы можете сидеть в офисе за работой и неожиданно заглянуть сквозь стенку своего кабинета. А там, прекрасное живописное место у озера и летающие бабочки размером с ладонь. Это возможно, так как наших домов в пятой плотности нет. Также вы можете мельком увидеть существа другого мира. Они проплывают мимо вас, как прозрачные еле видные тени. Может быть видна лишь их светлая телесная окантовка. А бывает, вы видите своим угловым зрением, что кто-то прошел мимо вас, проскочил, но при этом там никого нет. И кажется, что это ошибка вашего зрения, но это совсем не так. Вы не можете пока их видеть четко, вам не хватает вибраций. И я сейчас не говорю о явных контактах с жителями другого мира, так как многие люди уже на это способны. Я не говорю о посещении пятого измерения, так как это тоже возможно. Я говорю лишь о том, что вы можете увидеть прямо сейчас в мире третьей и четвертой плотности. Вы можете увидеть проявление нового мира, доказательство его существования. И это все вам не кажется. Ничего не бойтесь, вы этого давно ждали и мир вокруг вас меняется. С любовью, Магда.